Так, ну что, всем доброе утро, добрый день, смотря в каком часовом поясе вы находитесь. Поздравляю всех с Старым Новым Годом. И вот хотел показать такую небольшую тоже деталь нашей жизни в Испании. В Меркадоне выдавали такие вот наклеечки на магнитной основе с памяткой, как сортировать мусор. Вот мы уже где-то здесь сортируем мусор, наверное, практически с самого начала нашей жизни. Вот как только мы разобрались, что куда кидать, как сортировать. Конечно, вот такую систему, наверное, сделать дома просто нет смысла. Но хотя бы разделять там картон, пластик, биологические отходы, это здесь, в принципе, очень даже уже привыкли делать. И даже не знаю почему, хотя есть люди, которые, ну, как бы не сортируют, конечно, его. Но вот я смотрю, судя по тем же мусорным контейнерам, мусорным бакам на улице, не всегда люди кидают как бы в нужный контейнер. Вот. И хоть и существуют как бы штрафы достаточно большие за это, там порядка, ну, несколько сотен евро. Вот. Но в целом, скажу так, наверное, процентов 70 людей здесь это все рециклируют, так сказать, да, вот рецикламус. То есть, ну, как бы разделяем, да, то есть, как сказать, перерабатываем рецикламус. И остальные 30, может быть, 25 процентов не всегда это, очевидно, делают. Но тем не менее, мы это делаем, и нам даже это нравится. Вот специально купили еще такой контейнер, вот, с несколькими емкостями, чтобы кидать в разные, в общем, распределять это все. И, кстати, так даже нужно, можно меньше ходить выбрасывать, потому что так что-то одно купится, другое как бы подкапливается. И тебе не нужно постоянно бегать, общий пакет выбрасывать, как раньше, например, в мусоропровод в Москве. Вот. И, кстати, скажу сразу, что мусоропроводов здесь, в принципе, я не видел еще ни в одном доме. Ни в новостройке, ни в больших домах многоэтажных, где, может быть, там по 40 этажей, по 30. Тоже я такого не видел. Ни в Аликанте, ни в Бенедорме, ни в Барселоне такого не было, ну и так далее. Так, если вы езжете в Испании, кстати, и вы встретили здесь мусоропровод в доме, то напишите, потому что это было бы интересно. Мне кажется, что здесь просто по-новому их не ставят. Итак, значит, смотрите, invas es ligeros, то есть какие-то легкие, вот, как бы, здесь может быть, кстати, и пачки сока, всякие лата, лата, то есть, ну, как баночка из-под, там, кока-колы и так далее, жестяная, да, всякие пакеты, в общем, пластик, вот это все сюда, фольга и так далее. Далее, папель-картон, понятно здесь, да, бедрю, это стекло, органику, это, соответственно, органические всякие, там, ну, понятно, да, биологические, всякие прочие, значит, отходы общие, как бы, которые не помещают, ну, которые не относятся к всем остальным. Оливковое масло, точнее, вообще, не только оливковое, вообще масло, здесь тоже такая интересная есть особенность, что его нужно, по идее, также сливать в такие емкости остатки и выкидывать специальные такие вот оранжевые, есть такие контейнеры, они садят обычно отдельно. Ну, и также всякие вот эти вот, как сказать, всяческие различные стройматериалы, какая-то старая мебель, там, краски, ординадор, да, компьютер, там, стиральная машина и так далее. Для этого, в принципе, Аликанты есть специальный сервис, вы звоните, ну, не звоните, точнее, пишите по WhatsApp-у заранее, как бы предупреждаете, чтобы вынесете, указываете адрес, куда вы это вынесете и где-то ночью эта машина приезжает, забирает. Вот, ну, и, соответственно, все контейнеры, которые в Испании, как бы, вот они все, которые вообще могут быть, да, вот по цветам. Как правило, вы увидите, конечно, вот желтенький под, значит, эту, господи, забываю, уже все время под пластик, синий под картон, да, и стекло в зелененький, вот. Иногда есть для общих тоже на улицах стоит, ну, и органическая тоже иногда бывает. Вот, ну, в основном все раскидывают все это вот в этих три. И на улицах, в основном, вот эти три контейнеры вы чаще всего. Вот, также вы очень часто видите вот под маслом, вот. Ну, и что вам еще сказать, даже не знаю, что, напишите вы, как вообще в России сейчас, ну, кто в России там и так далее, вообще в любых странах, где вы живете, вы, как бы, разделяете мусор или нет, или считаете, что это все, как бы, ерунда и как вы к этому вообще относитесь. Было бы, правда, интересно знать ваше мнение. В Европе, в Испании, в принципе, на этом, прямо вот, все, так скажу, повернуты. Ну, в хорошем смысле, потому что, в принципе, это, конечно, ну, полезная вещь, я считаю, в целом, для экологии. И даже это удобно достаточно, вот, к этому привыкаешь. Главное, чтобы была бы вся эта инфраструктура, да, то есть, очень удобно. Все это, как бы, обозначено, везде есть контейнеры и так далее. Вот, нет с этим проблем. Ну, и также, вот, небольшие тоже, раскрывая наши тайны, вот, сколько мы пытались, так сказать, выиграть в лотерею Денавидат. Честно, пытались, но, к сожалению, эти все билетики, они оказались невыигрышные. Какие-то мне подарили испанцы, какие-то мы сами покупали. Вот такие вот билетики. Давайте, я вам, может, покажу, как он выглядит. Ой, сейчас не знаю, как лучше показать, а то все упадет. Ну, короче, как-нибудь сделаю, может, ролик про эту лотерею. Хотелось вам показать, но руки никак не доходят. Вот, так, так что, вот так вот, видите, мы в экономику Испании вкладываем еще посредством лотереи. Ну, на самом деле, действительно, это очень приятная традиция. Мне нравится, я не считаю, что там, ну, в лотерею, как бы, сыграть это очень плохо. Ну, особенно в такую, как бы, красочную. И тем более, что когда-то мы выигрывали 20 евро, мы отыгрывали. Вот, цена билетика одного 20 евро, кстати, вот такого, Навидат. Вот видите, написано, лотерея националь де Навидат. И самое главное, что люди выиграют, то есть, вот, в Аликанте постоянно люди выигрывают, там, ну, показывают, когда разыгрывают это все, то очень часто в Аликанте люди почему-то получают вот эти вот призы. Там можно выиграть и тысячу евро, и там максимальный приз 250 тысяч евро. То есть, в принципе, ну, мы к этому относимся. Понятно, что мы не надеемся, потому что так выиграть. Мы, конечно, верим в это и надеемся, ну, как, ждем каждый раз. Но нам нравится сама эта традиция, вот, и это очень здорово, и почему нет. Вот, так что, и знаю, что многие русские тоже, кстати, кстати, очень многие покупают такие лотерейные билетики и принимают участие в Рождественской национальной лотерее в Испании. Вот, так что, вот такой был небольшой сегодня ролик. Вот, достаточно уже большой, получается, уже аж 6 минут наговорил вам. Вот, так что, сейчас я пойду, что-нибудь поснимаю вам город, наверное, да, где-нибудь кофейку попьем. Вот, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Еще раз всех поздравляю, может, конечно, не очень удачный фон. Вот, но тем не менее, поздравляю вас с наступившим Новым годом. Вот, надеюсь, что у вас все хорошо. И мы увидимся, как всегда, очень скоро в моих новых видео из Испании, города Аликанте. Всем пока!